По дороге в Барнаул святые мощи Макария Алтайского оставляют на сутки в Софийско-Успенском соборе Тобольского Кремля. Верующие спешат поклониться преподобному. Удивительно, только задумывается, в 1830 году вот здесь, в августе, состоялся молебен, и его напутствовал Преосвященный Евгений Тобольский. Величает апостола Алтая в главном храме Сибири. Буквально все духовенство Тобольской окрестности совершает полиолейное богослужение. На стенах собора он в числе святых в земле сибирской просеявших. В XIX веке по поручению Священного Синода архимандрит Макарий Глухарев формировал в Тобольске экспедицию по христианизации народностей, живущих на Алтае. Он знал языки древнееврейский, древнегреческий, немецкий, французский, умел общаться с инородцами. Предпринял одну из главных попыток перевода Библии с древнееврейского на современный ему русский язык с ограниченным использованием церковнославянского. Это вообще удивительный человек, который в свое время стал просто просветителем целого народа. Начало XVIII века он знал все языки, его брали в семинарию, в академию петербургскую, на курсы больше. Пришли прославить и приложиться к мощам. То есть очень удивительное, конечно, событие для Тобольска. Божественную литургию отслужили и утром. Поклониться мощам преподобного поспешили многие. Душа успокаивается. Конечно, это радость, это умиротворение. Когда мы сейчас на службе прикладываемся, вот и дать получаем большую. Ковчег с мощами направляется на Алтай. По благословлению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, там продолжится духовное торжество. Ольга Куричко, Михаил Куричко, Тюменская служба новостей.